нет вы только посмотрите на нее не успели убрать постель как она тут как тут место отвоевывает на тире на тире делает вид что она ни при чем ну что ж придется пошить ей колыбельку до найти не в какую не шевелится не хочет уходить для пошива колыбельки нашим любимчиком нам понадобится ткань две детали 46 66 на 50 две детали 46 сантиметров на 67 сантиметров и одна маленькая деталь 28 сантиметров на 32 я использую вязь которая осталась от пошива постельного белья две детали 46 на 67 это нижняя часть нашей кроватки одна деталь у меня сшита ну вы сами думаете как вы будете делать эту колыбельку на верхней части наши кроватки я использую также бязь и флиз вот флиз чтобы было мягенько и удобненько для верхней части у меня немножко не хватило ткани и поэтому я добавила тоже флиз но я думаю что это будет красиво и также нам нужна маленькая деталька вот она на 28 на 32 все эти детали должны иметь подкладочку подкладочку я делаю из просто старых простыней вы можете сами решать какую подкладку вы сделаете и самое главное для для нашей колыбельки нам нужен синтепух или холофайбер ну в общем наполнитель которым вы запомните эту постельку у нашего изделия начинаем с пошива верхней детали 46 66 на 50 берем подкладку раскладываем сверху нам нужно разложить нижнюю часть изнанкой подкладочки раскладываем нижнюю часть затем верхнюю часть лицевую тоже лицом к лицу и накрываем также подкладкой накрываем подкладкой верхнюю часть закрепляем булавочками и прокладываем строчку расстрочили верхнюю часть теперь нам нужно развернуть наше изделие вот так вот совместить боковушки и низ совмещаем боковушки низ затем разутюживаем все растрачиваем растрачиваем по бокам и по низу по лицевой стороне с одного булка оставляем небольшое расстояние для того чтобы набить эту часть холофайбером или синтепоном и так мы прострочили по бокам по низу оставили отверстие для набивки и сейчас наша задача набить эту часть синтепоном вот у нас дырочка которую мы оставили да вот подкладка между слоями подкладок мы будем набивать синтепончик смотрите внимательно чтобы у нас не должно получиться подушка такая знаете сильная подушка мы должны создать эффект такой перинки мягенькой перинки поэтому хорошо распределяем синтепон в по самому изделию по этой части чтобы получилась такая вот просто пушистенькая часть так берем кусочек так этого разбиваем чтобы он был по пушистее и закладываем вовнутрь вот такие вот получилась такая вот перинка это одеялко верхняя часть нашего изделия вы всегда сможете поправить вот пальцами все что вам покажется не так мягенькая приятная так и хочется лапочками потоптать теперь берем кусочек ткани 46 на 67 и к нему нему прикрепляем нашу перинку чтобы ее закрепить мы совмещаем нижние уголочки закрепляем или прищепками или булавочками точно так же делаем с обратной стороны я здесь не зашивала дырочку в которой набивали синтепончик но вы можете зашить здесь с этой стороны точно так же закрепляем булавочкой булавочками или прищеп очками вот так вот у нас получится и прошиваем по периметру этой перинке с изнанки не забудьте поставить подкладочку вот так у нас получилось мягко пушистенько сама бы туда залезла вот везде прошито теперь нам нужно оформить низ нашей перинки для этого берем подкладку на подкладку накладываем синтепон я взяла вот такой синтепон потому что у меня не оказалось синтепуха но может быть даже так и лучше и сверху кладем нижнюю часть нашей перинки по краю закалываем булавками закалываем булавками и все лишнее срезаем и прошиваем и прошиваем по краю нашей нижней части аккуратненько я советую лучше наметать потому что синтепон вот эта толщина она будет неудобно если не прометать и так сейчас я сделаю эту нижнюю часть и покажу что получилось вот так вот у нас получилась нижняя часть мы приготовили нижнюю часть мы пошили верхнюю часть нашей перины теперь нам нужно соединить эти две части складываем лицо к лицу прострачивая оставляя вверху расстояние для того чтобы вывернуть нашу перинку ну вот и все наша перинка готова мягкая пушистая красивая нам осталось всего лишь зашить дырочку через которую мы выворачивали наше изделие и найти наше животное чтобы запустить ее сюда в норку посмотрим как она отреагирует на такой подарочек вот наша девочка залезла в свою постельку долго не могла понять что ей предлагали но теперь посмотрите она там спряталась я даже не знаю как вам показать что ей там тепло и хорошо и найти 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 ну вот как я здесь удобно хорошо и тепло наша малышка все же забралась в свою норку теперь у нее своя постель и она по-моему очень довольна впрочем она не совсем сразу это сделала на этом я прощаюсь с вами дорогие мои если вам понравилось это видео и оказалось полезным подписывайтесь на мой канал пока пока пока